Пакистан вписался в московский формат Пакистан вписался в московский формат Исламабад поддержал усилия России по афганскому урегулированию коммерсанта 26 декабря 2018 года 17.42 глава МИД Пакистана Шах Махмуд Курешин нанес визит в Москву, ставшую заключительным пунктом его предновогоднего турне также включавшего в себя посещение Афганистана, Ирана и Китая На фоне активизации усилий по налаживанию мирного диалога в Афганистане Исламабад пытается стать одним из ключевых игроков в этом процессе добиваясь поддержки ведущих держав По итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Шах Махмуд Курешин назвал московский формат переговоров по Афганистану очень важным После прихода к власти летом этого года нового пакистанского премьера Имрана Хана в Исламабаде заявляют о необходимости построить стратегическое партнерство с Россией Несмотря на привилегированное стратегическое партнерство Москвы-Дили Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Курешин прилетел в Москву из Пекина до этого посетив Кабул и Тегеран До прибытия в российскую столицу по ходу своей поездки господин Курешин сделал ряд важных заявлений о будущем Афганистана которое стало центральной темой его трехдневного турне Так, в ходе переговоров пакистанского министра с главой МИД КНР и стороны обсудили совместные действия на фоне объявленного сокращения американского военного присутствия в Афганистане придя к выводу, что силовые методы не позволят восстановить мир в этой стране А в Афганистане по итогам переговоров с президентом Ашрафом Гани пакистанский министр активно поддержал планы администрации США вывести часть американского контингента из этой страны напомнив, что уход американцев одно из ключевых требований талибов и предпосылка для начала их прямых переговоров с Кабулом Почему Россия и США активизируют альтернативные усилия по афганскому регулированию несмотря на проблемные отношения Пакистана с США еще больше осложнившейся в сентябре этого года после отказа Пентагона выделить Исламабаду помощь в размере 300 миллионов долларов которая ранее предоставлялась на войну с террором Шах Махмуд Куриши выразил поддержку последним переговорам американских дипломатов с представителями движения Талибан которые прошли на прошлой неделе в Абудаби В свою очередь, уже находясь в российской столице пакистанский министр сделал именно те заявления которых от него, судя по всему, ждали в Москве За два дня до этого похваливший американские усилия по налаживанию диалога Глава МИД Пакистана на сей раз дал высокую оценку миротворческих усилий Москвы Позвольте поблагодарить вас за решимость и за успешное завершение московского формата по Афганистану который был очень важен для нас Это очень важный формат, заявил глава МИД Пакистана, обращаясь к Сергею Лаврову Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куриши фото, Дмитрий Каратаев Коммерсант Впрочем, как представляют себе в Исламабаде будущее афганского урегулирования Учитывая, что два ключевых игрока США и России никак не могут наладить взаимодействие по Афганистану и продолжают находиться в состоянии дипломатического конфликта, остается неясным Комментируя сложившуюся ситуацию, глава МИД Пакистана ограничился призывом к Москве и Вашингтону объединить усилия Пакистан в своих контактах с США отмечает, что Москва и Вашингтон должны быть частью решения кризиса в Афганистане Если мы хотим, чтобы в этой стране надолго установился мир, заявил он Сопровождавший министра Куреши и принимавший участие в его переговорах посол Пакистана в Москве Кази Халилула в разговоре с «Твердый знак» лишь обратил внимание на напряженный график переговоров, начавшихся в среду утром От комментариев господин Халилула отказался, ограничившись следующей ремаркой «Мне нечего добавить к тем официальным заявлениям, которые уже сделал министр» Встреча Шаха Махмуда Куреши и Сергея Лаврова стала их уже вторым контактом за последние месяцы До этого главы МИДов России и Пакистана встретились в конце сентября в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генассамблеи ЛИООН Как следует из заявлений пакистанской стороны, в Нью-Йорке господин Куреши призвал Сергея Лаврова вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень стратегического партнерства После этого в пакистанских дипломатических кругах заговорили о стратегическом партнерстве с Москвой как долгосрочной цели внешней политики Исламабаду Шах Махмуд Куреши, ранее уже занимавший должность главы МИД с 2008 по 2011 год, снова возглавил внешнеполитическое ведомство после недавней смены власти в Пакистане, происшедшей этим летом После сенсационной победы его партии на парламентских выборах 25 июля новым премьером страны стал бывший капитан сборной Пакистана по крикету, лидер партии тихрикейнсов, движение за справедливость, Имран Хан Новый глава пакистанского правительства известен как сторонник еще большего сближения с Китаем и жесткий оппонент США, в свое время проводивший многотысячные акции протеста против американской политики в регионе В свою очередь, архитектором новой внешней политики Пакистана, судя по всему, и должен стать Шах Махмуд Куреши До своего возвращения в МИД занимавший пост вице-президента правящий сегодня в стране тихрикейнсов Как Сергей Лавров выступил в Женеве на конференции по Афганистану возросшая дипломатическая активность Исламабада и ее поддержка усилий Москвы на российском направлении не остаются незамеченными в соседней Индии Имеющий статус привилегированного стратегического партнера России Но вдели на визит министра Куреши в Москву и последние усилия Исламабада реагируют весьма издержанно Стремление Пакистана стать влиятельным игроком в афганском урегулировании вполне понятно Однако для того, чтобы реально стать таким игроком, Пакистан должен будет умереть свои амбиции и согласиться с тем, что будущий Афганистан должен быть стабильным и нейтральным, а не контролируемым Исламабадом Заявил твердый знак вице-президент Что же касается идеи стратегического партнерства с Москвой, высказываемой в Исламабаде, то пока это лишь пожелания предпосылки для ее реализации не просматриваются Заявил твердый знак индийский эксперт Сергей Стракань Сергей Стракань